Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой Тайсона Фьюри против Диллиана Уайта. Поединок состоится уже в ближайшие выходные. Конкретно пройдет он в Великобритании, в Лондоне. В субботу поздно вечером. Думаю, все вы знаете, что это, конечно же, супертяжелый вес. И на кону стоит один пояс WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Что при этом важно, пояс один, но уважение к Тайсону Фьюри, к его силе, к его заслугам просто огромное. Теперь, многие считают, что для Тайсона это бой чисто проходной и фактически даже неинтересный. Я же считаю, что здесь есть очень серьезная интрига. Я, кстати, на этот поединок сделал две азартные ставки. И какие конкретно, расскажу в конце данного видеоролика. Чтобы нам с вами понять, что конкретно мы можем увидеть в ринге, я предлагаю хотя бы кратко проанализировать технику Тайсона Фьюри. Понять, кто такой Диллиан Уайт. А потом их стили сопоставить, как именно они сочетаются конкретно друг с другом. Ну что, Тайсон Фьюри уникальный боксер, уникальный физически, уникальный, кстати, и психологически. Потому что психологически, я так понял, у него были как темные периоды, когда он расклеивался, так и наоборот. Он какие-то чудеса отваги может внезапно показать, чудеса настроя. Рост 2 метра 6 сантиметров, то есть это гигант. Вы только вдумайтесь, это почти как Николай Валуев. Но, в отличие от Николая Валуева, это боксер очень быстрый, расслабленный, при этом дико выносливый. Невероятно хорошо держит удар. Его пробить, именно чтобы был нокаут, это фактически невозможно. Если это не получилось даже у самого Донте Уайлдера, то трудно представить, у кого это могло бы выйти. Также Тайсон Фьюри по-настоящему умный в боксе, он очень умный, просто какой-то профессор. Потому что все подчеркивают, какой он техничный. Я бы здесь, может, даже поспорил, да, он техничный, но техника именно удара, как у него масса в удар вкладывается, она, наверное, далека до идеала. Но он по-настоящему умен, потому что он первый, кто раскусил Донте Уайлдера. Что значит раскусил? Он понял, что его можно не только убегать, 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 щелкнул, убежал. А он понял, что если начать Уайлдера травить, именно его дёрнул, дёрнул, то есть напрягать его, ударил. То Уайлдер посыпется. Именно Тайсона Фьюри, кто вскрыл, вскрыл. И никто до этого не вскрывал. Именно Тайсона Фьюри вскрыл вот эту вот самую ахиллесовую пяту, связанную с выносливостью, связанную с тем, что, ну, немножко он как бы самобытный Уайлдер, технически тоже, да, не совсем обученный, на концентрации боксирует. И он сыпется. Он просто физически, он рассыпается, когда его начинают растёргивать. И именно Тайсона Фьюри своим умом и его команда это поняли. Ну что, давайте перейдём к Дирану Уайту. Рост у него метр девяносто три, то есть довольно такой средний для супертяжа. Но очень длинные руки. Очень, кстати, боксёр двоякий. То есть, с одной стороны, он такой сырой, грубый, немножко неотёсанный. С другой стороны, есть у него талант. Есть, есть. Едет трактор или нет, это не трактор, это грифы машин. Но я думаю, они нам с вами не помешают. Так вот, Уайт, он чем недооценён? Он и левопрямой, он очень далеко туда достаёт на пол ринга. Длинные руки. Очень интересно, плечом закрывается, как бочкой такой. То есть, ну там, проныривает, уныривает. Защита крутая. Но если мы говорим об ударах, то у Дирана Уайта технически. У него правая рука, она хромает. То есть, он как бы не бьёт, ну, на кутирующий удар настоящий. А он, знаете, скорее как толкает ей. А вот левая, крюк, это как боковой в голову, в область, ну, в корпус, в общем, да. То есть, удар ломовой. Очень технически классный, короткий, опасный, острый. Чувствует момент, то есть, может вот этим левым крюком срубить. Давайте переходить к тому, как сложится поединок. Во-первых, боксёры, какую стратегию каждый из них выберет. Вот Тайсон Фьюри, он заявлял, что он просто выйдет и размажет Дивену Уайта, как сделал это с Уайлдером. Возможно, это шуточно, он сказал. То есть, он такой балагур. Я сразу скажу, я в такой вариант как бы не очень верю. Почему? Потому что с Уайлдером это сработало. Но это сработало не то, не ударная мощь Фьюри, что он вышел его и размазал. А сработало то, что он его рискуя, рискуя, да, дикий риск взял на себя. Вместо того, чтобы утекать, он перед Уайлдером стал, стал его раздергивать. И как бы Уайлдер посыпался физически, запаниковал. Ноги его не слушаются, он весь обесточился. И Фьюри своими колотушками, не самыми тяжелыми, кстати, он по общему как бы тонажу в сумме, сумел его разбить. И когда Уайлдер уже вообще не видел от усталости, что где происходит, как будто в баню сходил. Правый сбоку был от Фьюри итоговый. И это не сказать, чтобы этот удар был какой-то невероятный, но вот он был как бы завершающим, знаете, как последний такой вот кабешек в тележку. И у тележки колеса окончательно треснули. А получится ли это с Дилену Уайтом? Я не думаю, потому что, ну, такая стратегия именно его разбить, она не выйдет, я в этом уверен. Просто потому, что он гораздо прочнее, я думаю, что он выносливее, что он как бы так не посыпется физически. Вот это, наверное, момент ключевой. Но при этом у Фьюри, если он пойдет в такие размены, будут довольно серьезные риски. Потому что если сравнивать ударную мощь, правая рука примерно одинаковая. Ну, по силе я имею в виду, что у Фьюри, что у Дилену Уайта. Левая. У Фьюри жесткий джеб, не нокаутирующий. Ну, как у Уайта, джебом трудно нокаутировать. Но вот как бы крюки Уайт засаживает конкретно. То есть он нокаутер по крюкам левой рукой коротким. А Фьюри нет. Зачем? То есть идти с ним бодаться не получится. Опять же, где-то Уайлдера Фьюри заборол, там его столкнул, ну, массой своей. У Уайта масса огромная тоже. Центр тяжести ниже. То есть с ним вот это бодаться, средняя ближняя дистанция, это просто идет в пользу Уайта. То есть это просто как бы, ну, не нужно Фьюри. Поэтому я предполагаю, что, как ни странно, Фьюри будет действовать, никого он размазывать не собирается. Думаю, будет действовать очень аккуратно, ювелирно, издалека. Будет очень много двигать, щелкать, уходить там в стороны. Ну, как всегда, как он делал в прошлые годы. И если будет попадать, или если, например, Уайт будет промахиваться, а Уайт, когда у него не получается, он большой любитель, знаете, пойти вот так вот сверху, ударить такой удар, провалиться. И вот тогда, провалив его, будет его Фьюри жалить, 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 жалить. Потом снова аккуратненько, аккуратненько, ноги, ноги, ноги уходить. То есть вот это то, по сути, что я ожидаю. Но интересно, как будет действовать Диллиан Уайт, и насколько у него это получится. По очкам он проиграет как бы полностью. То есть, ну, изначально, кто кого прищелкает, у кого быстрее руки, кто ловчее, кто, наверное, больше скоординирован в таком вот дистанционном боксе. Но это Фьюри, конечно, он ногами, ногами. То есть он все-таки обдурит Уайта, обдурит. Ничего с этим не поделать. Что же тогда, как быть Уайту? Что ему сдаваться, что ли? Конечно, нет. Я думаю, что он однозначно сосредоточится на бомбардировке корпуса. У него длинные руки. Уайт, во-первых, постарается прямо левым прямым прошивать туда прямой. Во-вторых, правой рукой будет бить уже в такой, знаете, свалке. Он плечо ставит, пошел, перекрывается. И под эту лавочку здесь будет крюк. И, конечно же, конечно же, будет в корпус бить левой рукой в область печени, сплетения. Ну, в общем, куда попадет. То есть крюк такой. Это вот, я думаю, наверное, главный вообще козырь Уайта. Что ему следует делать. То есть методично с первого же раунда бомбардировать корпус Фьюри любой ценой. Пускай даже пропускай его удары какие-то. Они не самые сильные. Не стоит их так бояться. То есть бомбардировать корпус. Прошивать его раз за разом. Просто как только получится. Вообще постараться выбить душу из Тайсона Фьюри. Второй момент. Это максимально его прессинговать. То есть постоянно идти вперед. Не обязательно даже так группироваться для этого. Может быть вперед через свою переднюю руку выставлять его. Она длинная у него тоже у Уайта. Но постоянно как бы идти вперед. Понимая, что проигрываешь по очкам. Что тебе дистанционно не перебить. Но стремиться к средней дистанции, к ближней дистанции. Стремиться к свалке. И вот в этой свалке есть преимущество определенное у Дилены Уайта. У него удар-то посильнее все-таки. То есть правый, да, одинаковый. Но левый крюк у Фьюри, когда рассуждают, что он не нокаутирующий. Но типа он все равно сильный, потому что большая масса. Да, он все равно сильный. Да, конечно, он все равно сотрясает. Он все равно копится. Но у Уайта крюк левой рукой он нокаутирующий. Поэтому бомбардировать корпус, дальше идти в свалку, ближняя дистанция. Пытаться там, в общем, набить как бы больше. И каким-то образом ждать, пока у Фьюри уйдет рука от челюсти. И когда она уйдет, когда она уйдет, она у нее периодически уходит. То пытаться его вот этим вот срезать. Коротким, очень сильным левым крюком. Ну что, теперь чья возьмет. Давайте будем реалистами. Может ли Дилен Уайт нокаутировать Тайсон Фьюри? Я думаю, что нет. То есть даже если он его уронит, то Тайсон Фьюри поднимется. Мы это уже наблюдали с Донтем Уайлдером. К тому же, однорукий боксер Дилен Уайт, то есть однорукий нокаут, левая рука, да? И однорукий боец гораздо проще защищаться от левого крюка против Уайта, чем, например, от Деонты, от правопрямого. Потому что Деонты тоже однорукий боец, только правопрямой бьет. Но он как бы у него, понимаете, он прошивающий. То есть этот кулар, он прямо идет как ракета. А как ты от него защитишься? То есть, ну только блок ставить какой-то, ну это ты себе обзор загораживаешь. А вот, ну то есть это не вариант. А вот защититься от левого крюка, это легко. Просто держи правую руку на месте всегда. Челюсть держи, локоток держи. Все, ты как бы уже по сути перекрыт. И это задание, опять же, деценционно. То есть Фьюри, он постоянно отклоняется, отклоняется. Он такой вот весь ближе дальше. И получается правопрямой ты дальше, ближе. Правопрямой он идет на тебя ровно в камеру. Он прямо войдет, отклоняясь, не отклоняясь. И мы это уже видели. А вот удары такие вот именно, когда ты, ну вот как, Тайс Фьюридел отклоняется, то получается, крюк он проходит. Или перед тобой проходит, или сзади тебя. Тоже попасть труднее. Поэтому очень низкие шансы на нокаут у Дириана Уайта. Теоретически, если он идеально построит стратегию, если он разок уронит Фьюри, если он будет его прессинговать, если он именно ногами натренирует догонять, за ним просто бежать буквально бегом его вообще. Да, и ближний бой, ближний бой, ближний бой. Он там больше, ну, попадет. То есть он там как бы, он опасней там. То есть я думаю, что тут Тайсона преувеличивают. Они думают, что он такой ударник, что он перемолол Уайлдера. Это он его перемолол по выносливости, раздергал. И Уайлдер посыпался. А Уайта он не перемолит. А вот Уайт по очкам, он теоретически может перемолоть. Фьюри, если очень постарается, и если, ну, Фьюри, скажем так, увлечется, там начнет, в общем, ну, как бы слишком сильно верить в свою ударную мощь, скажем так. Так, самый, конечно, вероятный вариант для меня, это победа Тайсона Фьюри по очкам. Да, и, то есть я думаю, именно она и состоится. На это я сделал азартную ставку. Кефисет у нее большой, больше трех. Потому что Буки, они верят в основном в досрочную победу Тайсона Фьюри. Да, я не верю. Я верю, что цыганский король, что по очкам, у него как бы уже в кармане бой, скажем так. Надо Уайту прыгнуть выше головы, запрессовать, запрессовать. Много сделать разменов на ближней дистанции, на средней. Должно везение быть, чтобы разок уронить. Такое возможно. И, исходя из этого, я сделал вторую ставку. На Дилену Уайта победа тоже именно по очкам. Маленькую, очень маленькую шоколадку поставил. Потому что там коэффициент больше 20. Возможно, мы увидим разговоры, что Тайсон Фьюри оказался не так хорош. Или, например, наоборот, что Дилен Уайт оказался хорош. Но, короче, я в целом вижу, что бой будет далеко не такой гладкий. То есть, бой будет весьма конкурентный. И достаточно для Фьюри опасный. Опасный, конкурентный, возможно, разок побывает на земле. А если поверит в свою ударную мощь, то и теоретически может его Уайт по очкам. Вот такие удары в корпус, бомбардировка может запрессовать. Но все-таки это маловероятно. Все-таки более вероятно это то, что Тайсон Фьюри будет Уайта проваливать. Будет его проваливать, потом подхватывать радостно. И на этом все закончится. Такая тотальная победа по очкам. А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Всем добра. До новых встреч. Тушу камеру.